И всем привет, с вами Ростиксон и это гайд по Булыксу. В последнее время очень часто меняются тренды в крипте, таплки, промки и другое, и совсем не успеешь. Поэтому сегодня я хотел бы подробно разобраться в торговле щиткоинами. Мемы вечно, они уже года 2-3 перформят на Солане в том числе, а Булыкс очень удобный. В этом видео я буду использовать Булыкс, преимущество которого бесчисленное количество. И одно из самых весомых, это возможность продажи какого-то щитка лимитным ордером. Когда мы покупаем, допустим, по вот этой цене и сразу выставляем, как только купили, например, продажу в 3Х. И можно даже не всей суммы, а какой-то части. И также очень быстрая покупка и продажа, гораздо быстрее и удобнее, чем на DEX. То есть это, считай, биржа как Binance или Max, только для щитков. И перед тем, как начать, хотел бы выделить то, что на данный момент бот все еще находится в альфа-тестировании. И регистрация доступна только по ссылке, которую я оставил в комментариях. И, кстати, вы дополнительно получаете 10% скидки на торговую комиссию, а также поможете мне. Спасибо! Теперь давайте немного пройдемся по функционалу и разберем каждую вкладку. Chains. Это выбор сетей, в которых желаете совершать торговлю. Смотрите, я выбрал Солан, но остальные не использую. Так, ну, там можно и BNB использовать, но в основном вся движуха на Солане. Новые пары. Это недавние пары для торговли, которые добавили на сайт совсем недавно. Pump Vision. Одна из самых полезных функций. Там находится дашборд с различными токенами, которые разделены в три таблицы. Но тут проблема. Смотрите, как я торгую лично на Булыксе. Я не смотрю там новые пары, Pump Vision. Я просто, допустим, увидел в каком-то телеграм-канале, челик, да, инфлюенсер, пишет то, что он купил монету. И почему-то, потому-то. Или просто, ну да, знаете, кому я доверяю? Кто, условно, у кого колы прикольные, да? Да? Кстати, если что, у меня есть свой телеграм-канал, где я закидываю, что покупаю, какие монеты и почему. А также по ссылкам в описании есть папки каналов, за которыми я слежу, да? И, допустим, мы оттуда просто берем и копируем контракт. И вставляем его в поиск. И попадаем на сам график монеты, где можем покупать, продавать. У нас есть, как вы видите сейчас, лимитные ордера и по маркету. Обычно я покупаю по маркету, потому что, ну, мне в целом все равно, когда можно покупать. Но, кстати, это очень удобно, если вы следите за каким-то щитком. И он, например, может даже какой-то, ну, условно крупный. Допустим, у него капа 10 лямов. Но он периодически падает там, ну, на 2 ляма вниз. Вы можете лимитку поставить, например, покупку по 8 миллионов, да? То есть я обычно покупаю по маркету и сразу выставляю, например, 50%, продам в x2, там, 50% оставлю и так далее. И это очень важно, потому что часто бывает то, что, допустим, вы где-то гуляете, в общем, не дома. И не можете, допустим, продать монетку, да, на щиток. А тут у нас все автоматически продается. И главное следить, у вас уведомление придет, выполнил ли ордер, например, на покупку или на продажу. Такс, мы идем к графику. Видим, тут можем его увеличивать, смотреть на него, да, вниз, вверх. Все очень легко. Вопросы вы можете задавать в комментариях. Я сейчас стараюсь рассказать самое важное, что есть в Булыксе. Еще чуть дальше я расскажу и о других в функциях. Но сейчас поговорим о самом важном. Также сейчас вы видите на мои настройки. При покупке и продаже мы тратим газ. Смотрите, Булыкс вообще создан для того, чтобы покупать быстро. Но, так как я торгую условно в средний срок, и мне, знаете, там, пару секунд, если я куплю чуть позже, не сильно влияет. И для новичков идеально уменьшить вот эти данные, скажем так, например, с базовых, потому что вы будете платить 2-3 доллара за сделку при базовой торговле. А напомню, начинать лучше, знаете, с малых сумм. Как только вы разберетесь, там можете добавить чуть больше, но все постепенно, да. И уменьшить данные, вот как у меня показано на экране, на такой штуке, и у вас будет за каждую сделку вы будете платить 30 центов, там, 40, иногда даже дешевле. Теперь у нас идет разбор функции Advanced Sell. В этой же вкладке есть дополнительная функция Advanced, которая интересует большую половину торгующих здесь. Начнем с того, что эта функция действительно сильно помогает торговле, поэтому хотел бы выделить ее. Переходим в настройки и создаем новую стратегию. Настраиваем Stop Loss, Stop Profit. Идем дальше. Сейчас я выберу один из популярных мемкоинов, чтобы показать вам, как это работает в реальном времени. Давайте немного пройдемся по списку монет и присмотримся к более перспективным. Например, токен Moon. Сейчас на примере этой монеты попробую сделать первый профит, смотря по статистике, что под названием монеты можно выделить то, что всего 1% токенов под владением создателя. Неплохой объем и очень хорошая маркеткапа. Теперь давайте настроим Stop Loss, Stop Profit. Сейчас пока сделка открыта, можно еще посмотреть более подробную информацию о монете. Открываем график токена и видим график. Так, а мы идем дальше. Также у нас есть вкладки Портфолио, где мы можем смотреть, что у нас по портфелю. Также вы можете пригласить своих друзей рефералов, потому что все равно в Блэкс не зайти без рефералки. Они получат скидку, во-первых, ваши друзья, а вы получите какие-то бонусы. Также вы не забывайте регистрироваться по моей ссылке. Смотрите, в Портфолио мы видим наши какие-то монеты, да, нашу историю монет. Мы можем посмотреть, проанализировать потом позже. Посмотреть, сколько у нас прибыли процентов по тем или иным монетам. Такс, идем дальше. Есть еще New Parts, это недавние пары. Pump Vision. Я вот эти, на самом деле, штуки не использую. Я думаю, что одна из самых удобных функций, это то, что когда у нас открыта сделка, у нас показывается, какой у нас профит уже в данный момент имеется. Потому что, когда я торговал на Дексах, мне нужно было как-то вручную считать, что я купил на 100 баксов, сейчас там 140, значит у меня прибыль 40 баксов. Ну, короче, нужно было что-то считать. А тут прям показывает и в процентах, и в долларах, что, безусловно, очень удобно. Так, теперь идем в подробный разбор функции Pump Vision. В этой вкладке можно заметить три колонки с разными функциями. Первая колонка это новосознанные токены и время жизни создания. Вторая колонка это токены, которые близки к набору капы. 67 тысяч, у которых после набора этой капы сжигается, ликвидите пул и они листятся на радиум. Третья колонка это те монеты, которые уже набрали капу в 67 тысяч. Смотрите, я просто рекомендую вам понаблюдать за вот этой папочкой, чтобы, ну, просто понять, насколько, типа, насколько мемы плохие, насколько все они летят в минус. Чтобы прийти к тому, например, вот к чему я пришел, что я вхожу и покупаю только по колам каких-то прикольных челов, при том бесплатных, где просто, знаете, инфлюенсеры делятся покупками. Я тоже стараюсь делиться, но они у меня не часто, да? Но все равно подписывайтесь на канал в Телеграме. Также в этой вкладке мы можем посмотреть название токена. Это процент токенов, который владеет создатель токена, ализатор кошельков на проверку связанности, количество холдеров, объем, маркеткапа и так далее. Большинство щитков, токенов, которые я буду использовать в торговле, я буду публиковать в своем Телеграм-канале. Ссылку на который вы сможете найти в описании этого видео. Вместе с ссылкой на регистрацию в боте. Такс, на этом моменте, я считаю, можно остановиться и закончить наш мини-гайд на бота BullX. Если остались какие-то вопросы или пожелания, вы можете оставить их в комментарии или написать в чате моего Телеграм-канала. Всем удачи, профитных сделок. Будьте аккуратны, мемы довольно рисково. Начните там, знаете, вот просто закиньте, знаете, главное вот начать. Закиньте с 10-20 долларов, сделайте для себя челлендж. Просто представьте в голове, что, ну если вы реально хорошо торгуете, то ваш депозит будет увеличиваться, да, кратно. То есть начните с 20 долларов и поставьте мини-цель дойти до 100 долларов. Таким образом, чтобы вам, по сути, не нужно было докидывать какие-то деньги. Условно, знаете, как люди делают? 100 долларов закинули? Получилось 100 долларов закинуть? Они закидывают 1000. А вы, например, попробуйте сотки дойти до 1000, чтобы закидывать не нужно было. В общем, пробуйте, старайтесь. Главное, как-то применять эту информацию. Все ссылочки в описании.